В Приднестровье, как и в большинстве стран мира, отмечается Международный день Белой Трости, призванный напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. В республике в эти дни проходит ряд мероприятий социальной направленности. В субботу, 16 ноября, состоится общее собрание городского общества слепых. Вот такая прищепка с пружиной внутри сделана практически на ощупь. За смену один человек способен сделать их до двух тысяч. Эта продукция пользуется спросом в приднестровских магазинах, а люди с нарушением зрения могут реализовать себя, почувствовать нужными обществу. Для них это еще и существенная прибавка к пенсии по инвалидности. Главная задача, по словам руководителя общества слепых, реабилитировать бендерское предприятие. И работа в этом направлении ведется. Год равных возможностей я открыл новую, я бы сказал, даже эру у нас в Приднестровье по отношению к созданию нормальных условий, безопасной среды для людей с ограниченными возможностями. Для нас, именно людей с проблемами зрения, я ощущаю сейчас открытые сердца, открытые души, открытые возможности со стороны правительства, со стороны всех министерств. На сегодняшний день бендерское общество слепых насчитывает почти три сотни человек. Подавляющее большинство из них – люди старшего возраста, ветераны труда, инвалиды войны. Как говорит Виктор Никита, год равных возможностей не закончился. Он перешел в длительную акцию создания безопасной среды для людей с инвалидностью. После республики по бендерам частности разработаны графики ремонта дорог, установки тротуаров, переходов, озвученных светофоров, озвучения троллейбусов, автобусов, для того, чтобы люди знали, какая остановка. 16 ноября состоится ежегодное собрание городского общества слепых. Членов организации ждет отчеты о проделанной работе за год, подарки от спонсоров, в том числе музыкальные. Творческие коллективы города исполняют свои лучшие номера.